Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы рассказать, какие инструменты, материалы и детали может накапливать радиоэлектронщик. Ведь чем дольше он держит мультиметр и паяльник в руке, тем более разнообразными становятся его запасы. Начнем с электрического инструмента. Конечно же классика жанра это паяльник. У меня их два. На 220 вольт с широким жалом и с узким жалом, который запитывается от понижающего трансформатора. Кстати, такой паяльник можно купить для экспериментов ребенку, который начал заниматься электроникой. Полезно также приобрести набор пинцетов, которые очень пригодятся при пайке. И стоит заметить, что использование макетных плат Ардуино позволяет собирать электронные схемы без пайки. Также на первых порах можно приобрести простой мультиметр. Я свой покупал на Алиэкспресс. Ролик про него есть на канале. Также для удобства приобрел к нему на Алиэкспресс щупы с наконечниками-крокодилами. А если средства позволяет, было бы неплохо купить LCR-тестер. Для новичков он как находка. Они смогут и обозначения ради электронных элементов выучить, и единицы измерений. У меня на канале есть ролик про плату Ардуино и LCR-тестер. Ну а если все-таки решите заниматься пайкой, то пригодится олово-отсос. Его я тоже брал на Алиэкспресс. Ну и конечно же необходимым инструментом в доме является отвертка-индикатор. Перейдем к механическому инструменту. Конечно же не обойтись без бакорезов, плоскогубцев. Лучше купить и одни среднего размера, но и из хорошего металла, чем несколько, но некачественных изделий. Также часто приходится использовать и разные отвертки. Я даже приобрел специальный набор, который уже не один год использую для сборки и разборки телефонов и смартфонов. Пригодятся и крокодилы. Если у вас возникает потребность в определении емкости аккумуляторов, то можно приобрести соответствующий USB-тестер. Хочется также упомянуть и о материалах. Понятно, что припой и канифоль это классика жанра. Важно также запастись термоусадочной трубкой. Она служит изоляционным материалом. И с ее помощью можно сделать цветовую маркировку проводов. В некоторой степени термоусадка увеличивает прочность материалов и соединений. А для удобства монтажа радиокомпонентов можно использовать макетные платы разного размера. Начинающие для простоты обучения и экономии средств могут поначалу покупать радиокит-наборы. Ну а со временем у электронщиков появится запас радиодеталей и запчастей. Хочу на примере моего комплекта показать, что удалось собрать с помощью друзей. Довольно часто в схемах применяются электролиты. В советское время активно применялись металлобумажные конденсаты. И К-50. Ну и конечно же резисторы, без которых не обходится практически ни одна схема. Ну а для регулировки часто применяются потенциометры различного размера и сопротивления. Ну и конечно же динамик. Неотъемлемая деталь при экспериментах радиоэлектронщика. Ведь все мы любим музыку. Для создания блоков питания пригодятся трансформаторы. А для подключения различные разъемы. Также не выбрасывайте сломанные приборы. Из них нужно извлечь много полезных деталей. Можете об этом сообщить также своим друзьям и знакомым. И они возможно захотят отдать некоторые приборы и вам. Ну и возможно вы захотите использовать микросхему. У меня есть советские. Также прикупил на Алиэкспресс. Конечно, каждый электронщик имеет свой набор инструментов и запчастей. Но теперь вы знаете, что приблизительно можно приобрести. И сможете сделать свой личный запас инструментов, материалов, запчастей и деталей. Продолжение следует...